Друзья, всем привет! Говорим про Порошенко, его уголовные дела и бизнес на крови с Медведчуком. Если помните, буквально недавно нас потрясло откровение Медведчука, который рассказывал о том, как во время войны 2014, 15, 16, 17, 17, 19 годов, который продолжается до сих пор просто в более масштабной форме, Порошенко через Медведчука решал свои бизнес-вопросы с Российской Фашистской Федерацией. О том, что Минские соглашения, по сути, были написаны Порошенко, написаны и подписаны в качестве компенсации за то, или, скажем, встречного шага, на возможность решать свои бизнес-интересы в России. Возможность зарабатывать на поставках дизеля по нефтепродукту, проводу при Карпатии, Запад, Транс, возможность сохранить фронтическую фабрику Рошен в Липецке, возможность зарабатывать на контрабанде запчастей для украинской военной техники, зарабатывать на угле на всем. На чем мог заработать Порошенко во время войны и зарабатывать колоссальные деньги. Вот эти откровения появились в Ютубе, как показания Медведчука и тишина. То есть нет ни одного конкретного процессуального действия по итогам этих заявлений. Я не увидел ни допросов Порошенко, ни подготовки и проектов подозрения, ни конкретных показаний Медведчука, оформленных в качестве показаний по уголовному делу на бумаге и подписанных им как свидетелем, либо соучастником этих преступлений. Что это было? В кулуарах распространяются слухи о том, что это была такая попытка Баканова спасти свое кресло, потому что на него точит зуб президента, собираются его уволить за какие-то махинации, которые нам пока неведомы. Возможно, одним из аспектов потенциальной угрозы для Баканова было в том числе увольнение главы Харьковского СБУ. Мы этого не знаем. Но по своему опыту и большому опыту работы с этой командой могу вам сказать, что ничего случайного там не происходит. А когда происходит что-то типа «это мы не знали, это он там сам себе что-то сказал, заявил, открыл уголовное дело, взял показания, обрагал в Ютубе», я вот это тем более не верю. Когда говорят «так», значит это полностью согласованное действие, направленное против Порошенко. Возможно, слуги хотели, чтобы Порошенко собрал вещи и сбежал с территории Украины куда-нибудь на запад. Возможно, именно потому ему не давали выехать с территории Украины, для того, чтобы подчеркнуть, что смотри, приедешь, не уедешь. Но навряд ли это удастся, потому что Порошенко слон, который, я к нему очень плохо отношусь, но это слон, который умеет падать и подниматься. А вот когда появляются показания против Порошенко, которые заканчиваются ничем, это говорит либо о том, что этих показаний нет, либо о том, что Порошенко эти показания уже у кого-то выкупил. Как вы думаете, что там происходит на самом деле и почему Порошенко не призывают к ответу?